Весна, весна на улице. Весенние деньки. На улице весна, а у нас в студии замечательный гость, директор высшей школы информационных технологий и информационных систем Казанского федерального университета, Катьянов Айрат Фаридович. Здравствуйте. Начнем. Первый же вопрос с места в карьер про наш университет. Айрат Фаридович, скажите, пожалуйста, соответствует ли требованиям сегодняшнего дня подготовка специалистов по IT-сектору в нашем университете? Что можно подкрутить, что можно улучшить? В целом подготовка специалистов в Казанском федеральном университете в области информационных технологий соответствует требованиям рынка и тому подтверждение отзыва работодателей о наших выпускниках. Наши выпускники работают как в компаниях республики, так и за рубежом, и отзывы положительные. Более того, могу привести очень интересный пример. Одна из тех дефицитных специальностей, которые сегодня на рынке труда пользуются особым спросом, это менеджеры проектов, те люди, которые могут вести проект в области разработки программного обеспечения. И вот недавно я услышал такой комментарий, что сегодня очень трудно найти таких специалистов, и достаточно трудно пройти собеседование на хорошую позицию, но зачастую достаточно выпускнику показать диплом ИТИС, чтобы его на эту позицию взяли. Для меня это некое признание того, что мы, в общем-то, многое делаем правильно. Конечно, пределов совершенству нет, есть у нас и те направления, которые можно улучшить. Например, одной из отличительных черт Высшей школы ИТИС является проектная ориентированность. Наши студенты очень много выполняют проектов в течение учебного процесса, и тем не менее мы считаем, что мы и дальше будем увеличивать тот объем практики, который у них в образовательной программе включен. Кроме того, мы будем и в дальнейшем работать над персонализацией, индивидуализацией их образовательного опыта. Мы сейчас очень активно работаем над внедрением электронных инструментов в образовательный процесс. У нас уже поток на Java читается с использованием онлайн образовательных курсов, то есть это такой смешанный формат, когда студенты теоретическую часть изучают онлайн, с преподавателем они обсуждают какие-то сложные аспекты курса, а в оффлайне они вместе делают проектную работу. В оффлайне это значит в реальной жизни. Как ни парадоксально, мы рассчитывали на большое, скажем, воодушевление студентов от использования каких-то новых инструментов, но вопреки нашим ожиданиям от студентов мы получили очень интересную обратную связь, хотим больше лекций. А это означает, что мы все делаем правильно, это значит, что студентам в такой смешанной форме приходится больше работать, а это собственно то, зачем мы здесь вообще говоря есть. Невозможно научить человека, человек может научиться только сам. Учеба это труд, соответственно, если он трудится, он чему-то учится, если он спит на лекции, он ничему не учится. Лекция как таковая вот в классической форме, она сегодня себя изживает. Остался этот формат только для тех уникальных каких-то личностей, где не только содержание лекции образовательный эффект какой-то имеет, но и сама личность человека. Магнетизм. Ну да, воодушевление, магнетизм, его какая-то харизма. Когда человек приходит на лекцию этого человека, и он уходит, ну, например, если это лекция по физике, с мыслью, я хочу быть физиком, больше никем не хочу быть. А тратно слышать про такое, и вот у меня такой вопрос возник сам собой. Вот сейчас многие говорят, что Россия и проектный менеджмент, они несовместимы. И в то же время мы наблюдаем бешеный всплеск интереса вот сейчас у современных менеджеров, у современной молодежи. Это не только IT-секторы касается, к различного рода проектным методикам. Вот наскользь можно, на скидку можно назвать Adil, Scrum и прочее. Вот насколько вы сейчас пытаетесь студентам преподавать именно вот эти современные тенденции, которые сейчас идут в плане менеджмента IT-проектов? Соответствует ли это вот сейчас современному уровню? Или какие-то там совершенно такие древние методики? Ну, на самом деле, конечно, древних методик мы не используем. Вот. Вопрос такой многоуровневый, я поэтому его разделю на несколько частей. То есть, во-первых, был вопрос про несовместимость России проектного управления и про то, насколько современным методикам проектного управления мы обучаем. Я вот тогда начну с конца, то есть, насколько современным проектным методикам мы обучаем, а потом порассуждаем на тему настолько, насколько мы совместимы с этим. Ну, мы обучаем, естественно, всем современным методикам. У нас есть, например, программа университета Карнаги-Мэллон, и мы в какой-то момент, много лет назад, думали о том, не внедрить ли ее в образовательный процесс высшей школы IT-с. В результате анализа рынка мы выяснили, что в Татарстане ни одна компания не использует Rational Unified Pros, это одна из тех самых вот старых, проектных методик, на которой основан курс Карнаги-Мэллон. И мы, собственно, в результате пришли к решению, что мы от этого курса откажем. Все равно у нас оказалось совершенно легально, была такая программа, профинансирована Фубрайтом много лет назад. Учебно-методические комплексы Карнаги-Мэллон были переведены на русский язык, и наши партнеры нам их предоставили вот в рамках партнерских взаимоотношений. И мы, собственно говоря, Rational Unified Process, который там читался еще в бородатых годах, не читаем именно потому, что в России практически даже не только в Казани, но и в России. Таких компаний, там, если есть, может быть, одна, я не знаю. Вот. Большая часть крупного бизнеса в России работает, естественно, на гибких методологиях, естественно, в области разработки программобеспечения, с легкой руки Германа Грефа и в других областях. Собственно, упомянуты вами agile методологии, такие как Scrum, экстремальное программирование и другое. Все это, естественно, наши студенты изучают. Я тут теперь немножечко приближусь к теме совместимости проектного управления России. Вообще для того, чтобы проектного менеджера подготовить, надо затратить много денег. Почему так? К сожалению, или к счастью, ну или просто это так дела обстоят, что невозможно проектному управлению научиться по книжкам, так же, как нельзя по книжкам научиться плавать. Более того, к сожалению, теперь уже для того, чтобы проектного менеджера обучить по-настоящему, необходимо, чтобы он завалил несколько проектов серьезными последствиями, так, чтобы у него этот опыт закрепился. Это, знаете, очень похоже на обучение филолога. Ну, с филологами там как бы другая, наверное, специфика. Хирурга. Хирурга? А, хирурга нет. Как кладбище. Говорят у каждого врача. У которых маленькое кладбище. Это грустная тема. Но у проектных менеджеров тоже есть. Там не кладбище, а, я не знаю, как это правильно назвать, своя... Долина смерти проект. Ну, долина смерти, это, кстати, отдельный эффект, который тоже имеет место быть. Ну да, что-то такое у них есть. Вообще есть долина смерти проектов. Это определенные условия проектов, которые практически невозможно выполнить, но которых очень много. И поэтому как бы они обречены на провал. Но их все время делают, проваливаются. Но это отдельная тема. Все-таки вернемся к вопросу о том, как обучить проектных менеджеров. Это очень похоже на... Вот с хирургом сравнение уж очень такое страшное. Хочется верить, что у них не так. А вот с инвестиционным менеджером это да. То есть инвестиционный менеджер учится делать правильные инвестиции. После того, как он потратит миллион долларов, ну, как можно сказать, напрасно, да, но на свое образование. Мы стараемся в процессе, в учебный процесс внедрить различные формы, ну, безболезненных, скажем, провалов проектов для проектных менеджеров. Но, тем не менее, для того, чтобы человек мог быть проектным менеджером, ему необходим определенный опыт работы в команде. Не обязательно именно в позиции проектного менеджера. И мы сейчас пришли к решению, что мы удаляем из программ бакалавриата подготовку проектных менеджеров. Мы, на самом деле, на протяжении многих лет пытались это делать. И я могу теперь авторитетно заявить, что это не тема для программ бакалавриата. Что человек должен получить специализацию какую-то, связанную с ручным трудом. Ну, например, это может быть разработчик, тестировщик, это может быть там дизайнер, может быть даже аналитик или специалист по данным. Как угодно. Который, получив некий опыт работы в команде 2-3 года, и, может быть, дойдя до какой-то хотя бы middle senior позиции, понимает, что ему на самом деле не так нравится кодить, но у него есть коммуникационные какие-то навыки, ему хорошо работать с людьми, люди... У него есть какие-то лидерские качества, он умеет подстраиваться под людей, он умеет не самоутверждаться на них, а, наоборот, их сплотить для решения нужной задачи. Он понимает, а, мне не хватает компетенции для того, чтобы быть менеджером. И вот тут он приходит к нам в магистратуру, где мы можем дать ему эту возможность поделать проекты с студентами бакалавриата, провалить несколько проектов без последствий для студентов бакалавриата, потому что для них все равно курсовые защищаются, дипломы защищаются, то, что там нет финансового результата в университете. Но это допустимый результат, что ж так бывает. Вот. Более того, мы сейчас работаем над рядом симуляторов, вот одна из дипломных работ посвящена этой теме, и использование неких игровых механик в процессе обучения этих самых проектных менеджеров, так, чтобы попытаться хотя бы часть тех ситуаций, которые бывают, сымитировать. Ну, так же, как вот пилотов можно обучать на симуляторе, они могут несколько раз разбить виртуальный лайнер, но получить при этом необходимое понимание того, где там, допустим, какие положения механизации крыла допускать ни в коем случае нельзя. Понятно, что никакой симулятор настоящего пилота не позволит подготовить. Так же и здесь это, конечно же, верно. Но, по крайней мере, вот определенный объем работы можно сделать вот на этих самых симуляторах, а уже потом перейти к проваливанию реальных проектов. Это вот что касается того, почему сложно вообще готовить реальных менеджеров. Но сами подумайте, какая компания пойдет на то, чтобы добровольно дать возможность своим сотрудникам провалить проекты. То, что происходит, зачастую происходит за счет заказчика, когда формально проект проваливается, потому что он там в три раза превысил бюджет, но заказчик, как бы, он этого не видит, потому что он в четыре раза переплатил, да. Вот. Ну, как бы, это, на самом деле, не самая лучшая стратегия. Естественно, все стараются этого идти, как и компании этого не хотят, так и заказчикам этого невыгодно, конечно же. Поэтому проектные менеджеры, их образование, это дорогая и непростая задача, и не только потому, что специалистов мало, и они все заняты, они очень востребованы, так и потому, что это, ну, в принципе, нужно делать вот так вот, да, давать людям возможность проваливаться, получать ошибки, как вот говорится, за одного битого, двух небитых дают, да. То есть, получается... Это тот самый случай. То есть, получается, Айрат Фаридович рынок уже получает таких уже покусанных бойцов, которые закалились и которые уже готовы. Вы знаете, когда рынок получает покусанных, закаленных бойцов, он счастлив. На самом деле, в основном, он, конечно, получает то, что вот есть, и он, на самом деле, настолько голоден сегодня до проектных менеджеров, продуктовых менеджеров, просто управленцев не только в IT, что он, на самом деле, съедает их всех. То есть, если человек худо-бедно способен управлять командой, рынок его кушает. Вот такова сегодня реалия. Теперь, что касается совместимости русского менталитета или татарского менталитета и проектного менеджмента, это, конечно, полный бред, когда начинают рассуждать про там несовместимость. Это, конечно же, не так. Другое дело, что эффективный школ управления в нашей системе их не так много. То есть, то, что работало при Советском Союзе, это вот школа комсомолок, которую проходили управленцы, она же сегодня отсутствует. То есть, в принципе, комсомол, он выполнял вполне конкретную функцию, он готовил будущих управленцев. Где этот комсомол? Научный менеджмент, который преподается в университете, он же разный. То есть, одно дело, вы, собственно, занимаете исследование в области менеджмента, совершенно другое, вы занимаетесь практической деятельностью. И я уже сказал, насколько можно теоретически подготовить управленцев. Это верно не только для информационных технологий. Поэтому, собственно говоря, подготовку управленцев просто на теоретической какой-то базе, по книжкам, хотя книжки надо читать, несомненно, ну, чтобы не все же шишки на своей, значит, пятой точке собирать. Желательно изучить опыт предыдущих поколений, но, тем не менее, без практической деятельности это невозможно делать. Мы сейчас, кстати, очень активно сотрудничаем с Институтом экономики и финансов, предоставляя возможность их студентам взаимодействовать с нашими программистами в рамках каких-то совместных программ, майнер-дисциплин. Так что они этот практический опыт тоже могли получать, ну, по крайней мере, в области IT. Мы можем предоставить эту возможность в области IT. Но, возвращаясь к теме несовместимости, да, вот комсомола нет. Это раз, первая причина. Вторая причина – это то, что уже я рассказал. На самом деле, это просто непростая область деятельности, где должны сложиться много факторов. Это и личные качества человека, есть и люди, из которых вы никогда не сделаете проектного менеджера. Вы можете измучить его, искалечить морально, да, но он не станет менеджером проектов никогда. Так же, как вот, ну, не из любого человека можно сделать музыканта, к сожалению. Не из любого человека можно сделать врача. Это тоже так. Вот. Потом у него должны, собственно говоря, появиться компетенции. И немалая доля этих компетенций может появиться только вместе с опытом. Этот опыт надо еще получить. Сами понимаете, насколько это может много занимать времени, какие-то, может, затраты повлечь. Теперь, что касается еще одной школы менеджмента, которая у нас есть в России эффективна, это армейская военная система управления. Она абсолютно эффективна, бесспорно работает, но неприменима в креативных индустриях, к коим относится разработка программ безопасности. Ну, да, копать от забора до обеда. Тут не так, да. И более того, когда вы копаете от забора до обеда, вы можете, по крайней мере, наличие траншеи проверить. В случае с программистами они могут вас водить за нос месяцами. И вам очень трудно, на самом деле, получить представление о том, действительно он работает или он водит вас за нос. Он, более того, может работать у вас, а может еще подрабатывать еще где-то, и сидя у вас в офисе, делает работу для другого заказчика. И вам это очень непросто бывает проверить. То есть, не даром появляются такие книги, манускрипты, как «Пасти диких котов». «Как пасти котов» — это замечательная книга. Она, правда, не совсем про то, что вас будут обманывать. Она про то, что вообще программисты — это люди, которым комфортнее общаться с машиной, а не с людьми. И они, на самом деле, замкнуты. Вот они инкапсулированы в себе. Это в основном интроверты. Они не склонны к групповой работе. Они точно не любят маршировать строем. А задача коммерческой разработки софта — это чтобы мы в имеющемся коридоре ресурсов к намеченному сроку строим одновременно, пришли с готовым результатом. И надо построить этих творческих личностей, аутистов этих. Да, аутистов у нас среди студентов больше, чем на любом другом факультете. При этом они могут быть крайне талантливыми разработчиками, моделерами, математиками. Но это да, это именно вот эта вот сложность. Как вот таких вот людей, которые не склонны, вообще-то говоря, строим и вместе, именно строим и вместе в рамках проекта привести к успеху. Да, это вот как бы про это. Да, хорошая книжка замечательная. Если ракета полетела, значит, проект состоялся. Если она упала, значит, проект состоялся. Вы знаете, если космонавты приземлились, проект состоялся. Ну, у нас сейчас в последнее время падают ракеты, поэтому очень часто связаны, видимо, тоже с софтом. Да, бывает. Вы знаете, можно сказать про студентов ваших, чья карьера вас впечатлила? Вот, может быть, бывших студентов, или даже студентов, которые сейчас учатся, они уже показывают какой потенциал, становятся известными, ну, что даже у вас так это... Вы знаете, я считаю, что у нас самые лучшие студенты вообще. И это показывает минимальный и средний балл ЕГЭ. При всем при том, что он у нас... Ну, мы, в общем-то, с юридичным факультетом примерно в разные годы бываем первыми. То они, то мы. У нас примерно такой же минимальный и средний балл ЕГЭ, как и в университете Иннополиса, например. То есть мы стараемся. И понятно, что балл ЕГЭ – это не абсолютная мера, но это некая объективная метрика, которую можно использовать. Потому что я считаю, что у нас самые лучшие студенты, я их очень люблю, и я считаю, что каждый студент, который, окончив наш факультет, стал счастливым, нашел себя в профессии – это наш успех, потому что мы для этого существуем. Но есть действительно несколько историй, которые меня впечатляют. Например, один из наших студентов... Я уж не буду говорить имена, чтобы там никак не рекламировать людей, не смущать. Вот, это все-таки личная жизнь каждого. Но тем не менее, у нас есть один студент, который со второго курса забрали мидл-разработчиком в Касперского. Он очень мечтал, очень хотел. Но в Москву. В лабораторию Касперского, я имею в виду. При этом ему хотелось получить диплом. Он очень был расстроен. Он не знал, что делать. Надо ехать в Москву. Ему хочется получить диплом, отучиться здесь. Мы пошли ему навстречу, перевели его на индивидуальный план. Прошло несколько месяцев. И вдруг он, значит, возвращается. Там очередные какие-то экзамены, зачеты сдать. И говорит, ой, я уже там не работаю. Меня уже взяли там синие разработчиком в другую крупную компанию, где он сейчас работает. Тоже очень хороший. На слуху тоже уж не буду говорить, что он там сейчас работает, чтобы никаких последствий не было. Я считаю, что это один из тех примеров успеха. Кстати, это выпускник IT-лицея КФУ. Так что это не только наш успех, это еще и успех университетского лицея. Мы можем говорить о том, что эти лицеи действительно свою работу великолепно выполняют. Другой пример – это один из наших выпускников, который еще будучи студентом заработал свой первый миллион долларов. Пошел служить в армию. Не потому, что у него не было другого выхода, а потому, что он хотел. А служил в армии, вернулся. Сейчас у него офис в Дубае. Прекрасно идет бизнес. Он не единственный наш выпускник, долларовый миллионер. И вообще хочу сказать, что за прошедшие два года наши выпускники создали 40 компаний в области информационных технологий. Я считаю, что это совсем неплохо. А есть какие-то впечатляющие результаты на международном рынке среди этих компаний? Ну, они все более или менее работают на международном рынке. То есть, на самом деле, российский рынок по сравнению с глобальным, он мал. То есть, большая часть наших IT-компаний не работает на международном рынке. Ну, вот что называть впечатляющим успехом? Заработать миллион долларов за год, я считаю, это хороший успех. Это очень хорошо. Google они пока не создали. Но я считаю, что вообще, как бы вот Google и Facebook – это уже все в прошлом, как будущее, за другими какими-то прорывами. Но я считаю, что все еще впереди. Мы еще всего-то 8 лет существуем. За какими? Что вы нащупываете в будущее? Ну, вот очень часто говорят про то, что в России кризис каких-то новых разработок в области информационных технологий. Я считаю, что это не так. На самом деле, очень много базовых вещей в области информационных технологий создано. Ну, например, была изобретена контекстная реклама, на чем Google сделал очень хороший бизнес. Были изобретены социальные сети, как способ заставить людей добровольно рассказывать о себе, так, чтобы эту информацию потом можно было продавать реальным потребителям. Ну, еще одну социальную сеть изобрести уже нельзя. Ну, то есть, можно ее сделать, повторить там, но изобрести еще раз уже не получится. А максимальная, на самом деле, прибыль получает тот, кто на этот рынок выходит раньше. То есть, если бы, например, Дуров был перед Цукербергом, то, на самом деле, во всем мире использовали бы не Facebook, а пользователей ВКонтакте было бы больше. Хотя ВКонтакте это несомненный успех. Но прогресс не остановить. И более того, мы живем в эпоху четвертой индустриальной революции. А основными характеристиками четвертой индустриальной революции что является? В первую очередь, это цифровизация. То, что мы все оцифровали, сделало возможным экспоненциальный рост много чего, да, экспоненциальный рост вычлительной мощности. То есть, мы уже не на счетах считаем. То есть, попробуйте-ка механизмами какими-то, да, деревянными или там абаком экспоненциально растить вычлительную мощность. Да вы очень быстро там всю поверхность земли покроете счетами. И все как бы на этом. А цифровизация сделала это возможным. То есть, мы до сих пор продолжаем следовать закону Мура. То есть, у нас все еще вычлительная мощность, дешевизна хранения единицы информации растет экспоненциально. Это цифровизация сделала возможным экспоненциальный рост. Экспоненциальный рост открыл совершенно новые перспективы. Ну, то есть, у вас появились совершенно сумасшедшие объемы данных, которые позволяют вам делать нетривиальные выводы. Один из таких примеров нетривиальных выводов, это анализ данных торговых площадок бирж получил такой результат, что перед лунными затмениями торговые индексы слегка падают, а потом слегка поднимаются. Понятно, что если вы там 100 долларов вкладываете, ценности для вас это никакой не несет. Но если у вас огромное плечо, которое можете вложить на биржу, вы просто перед лунным затмением покупаете кучу акций, а после лунного затмения продаете, зарабатываете на эти бешеные деньги. Никак проанализировав, не проанализировав данные, такого было сделать невозможно. Иными словами, вот эти самые данные и другие последствия этого экспоненциального роста, а также многих других инноваций, которые параллельно происходят в биоинженерии, в других областях, в перспективных материалах, рекомбинации этих различных инноваций позволяют создавать совершенно принципиально новые вещи. Собственно говоря, тот же самый Facebook, как социальная сеть. Это рекомбинация достижений в области психологии, социологии, информационных технологий. Просто их нужно было послушать эти лекции, объединить вместе и объединить мысль, что сегодня люди плохо коммуницируют, им не хватает общения, у них мало времени, есть интернет и есть PHP или любая другая технология, которая позволяет реализовать, собственно, социальную сеть в цифре. Это и есть рекомбинация. Поэтому, возвращаясь к вопросу о том, где же, собственно, собака зарытая, вообще где может быть прорыв, я считаю, что однозначно это анализ данных, то есть все, что касается анализа данных, и не просто, то есть и математических методов обязательно, конечно, но и умение интерпретировать. Вообще статистика, платформ, онлайн-платформ обучения показывает, что россияне, они невероятно хороши в статистике. То есть, если посмотреть успешность прохождения курсов студентами из разных стран, то, например, по статистике успешно заканчивает курс 20-30%, в России 80%. Теперь, если посмотреть, насколько успешно люди заканчивают курсы в области анализа интерпретации данных, в мире 80-70%, в России 20-30%. Вот как так? Видите, как интересно. То есть надо не только учиться математическим методам анализа данных, но и вот эти данные уметь интерпретировать, чтобы статистика не превращалась в наглую ложь, по словам премьер-министра Великобритании. И вот такой вопрос. Я еще, кстати, хотел, простите, дополнить, потому что это не только анализ данных, а просто в анализ данных ушел, потому что тема интересная, однозначно, перспективная, но это еще искусственный интеллект обязательно. То есть все, что касается интеллектуальных технологий, автоматизации того, что раньше было присуще именно на человеческой деятельности, с этим связано потеря многих профессий, возникновение многих новых профессий. Кстати говоря, об этом надо задумывать сегодняшним абитуриентам. Что будет вообще, говоря, профессией, когда он закончит школу? То есть может ли он рассчитывать на то, что он будет работать таксистом, таксовать? Вот как раз я хотел на эту тему задать вопрос. Айрат Фаридович, вот нас смотрит не только аудитория и студентов, и преподавателей КФО, но и... Обыватели. Да. Родителей. И есть такой вопрос совершенно, вот что вы можете посоветовать именно таким вот юношам с обзором горящим, неофитам, делающим первые шаги на ниве IT-программирования, IT-сектора, на каких направлениях сейчас следует сосредоточиться, чтобы вписаться в перспективу завтрашнего дня? Да, с удовольствием поделюсь. Ну, во-первых, я считаю, что программировать учиться надо. То есть, несмотря на то, что я говорю про анализ данных и про искусственный интеллект, если вы не понимаете, собственно говоря, как происходит программирование, то очень трудно будет делать следующие шаги. Надо обязательно учить математику. Машинное обучение без математики освоить невозможно. То есть, надо обязательно изучить алгебру, математический анализ, только потом приступать к машинному обучению, на самом деле. Иначе мы, как мартышки или как средневековые колдуны, будем пользоваться волшебными палочками, не понимая принципов действия. И, кстати говоря, я считаю, что именно в области машинного обучения и искусственного интеллекта Россия находится на очень хорошей позиции. Кстати говоря, Microsoft не так давно признал, что Россия является лидером в области внедрения искусственного интеллекта в различные отрасли. Соответственно, планировать обязательно заниматься интеллектуальными технологиями. Это, например, присутствующая у нас интеллектуальная робототехника, целое направление. Любые другие направления, такие как интеллектуальный анализ данных, это интеллектуальный анализ текста, интеллектуальный анализ нетекстовых данных. Все, что касается использования машинного глубинного обучения, это, на самом деле, давно существовавшая математика, которую научились применять в новом контексте, то есть догадались добавить новые слои в искусственных нейронных сетях. Там математика хорошо заработала и позволила получить новые какие-то результаты, неожиданные. И обязательно смотреть на машины на обучение, если нравится математика. Это дополненная виртуальная реальность, все, что касается тем, как рассказывать истории, с тем, как их представлять, как их, собственно говоря, в виртуальной среде реализовывать, как визуализировать эти данные. Ведь данные сами по себе, они, да, большие, мы их проанализировали, померили какие-то статистики, а теперь ведь надо эту информацию до человека донести, как их визуализировать, как позволить человеку с этими данными работать. Кроме того, виртуальная дополненная реальность сегодня, благодаря и данным, и вычислительным мощностям, и просто развитию различного рода технологий, и дополненную виртуальную реальность стало очень удобно использовать в учебном процессе или в каких-то производственных процессах. Она стала той технологией, которая пришла в ежедневный наш обиход. Ну, те же летчики, да, вот? Ну, да, это давно уже у летчиков, собственно говоря, есть, да. А теперь это уже становится сферой применения у сантехников, электриков, когда вы смартфон наводите на незнакомый электрический щиток, и вам смартфон показывает, вы на экране видите, как бы, какой компонент, на самом деле, за какую, например, часть сети отвечает, вот. Или двигатель, там, автомобиль. Скажите, вот вопрос о будущем. Вопрос о будущем и о настоящем. Очень часто будущее моделируется в искусстве. Я хочу спросить вот о чем. Есть ли у вас любимый фильм о будущем, о IT-будущем? Любимый фильм? Да, который может, на ваш взгляд, простым доступным языком объяснить для вас, профессионалов, для нас, непрофессионалов, и наших телезрителей тоже, больше всего, непрофессионалов, какой будет следующий мир в будущем, да? То есть, в том числе, куда идти, учиться, в какую сторону? Есть такая замечательная книжка, Филиппа Кейдика. Я не знаю, могу ли я сказать, что моя любимая книжка, или там, кстати, фильм был снят. Называется она «Могут ли андроиды мечтать об электроовцах?» Фильм «Бегущий по лезвию бритвы» был снят по этой книжке. Там, собственно говоря, о тех проблемах, которые могут возникнуть. Почему я не могу сказать, что на фильм или книжку можно ориентироваться? Хотя, несомненно, и ученые, и политики, которые решают, куда, собственно говоря, стимулировать развитие науки, там, где они имеют на это влияние, они, конечно, ориентируются на художественную литературу, которая создает некий образ. Вообще говоря, очень много в художественной литературе тех мыслителей, которые там, или провидцев, которые что-то увидели и этим хотели поделиться. Ну, то есть, был Жой Верн. Да, был, да, хороший пример. Сейчас кто у нас Жой Верн будет? Ну, вот я все-таки хочу мысль свою здесь выразить. Дело в том, что я все-таки оцениваю литературу с точки зрения персонажей и развития характеров. И там те компьютеры или там электроовцы, которые возникают, это, на самом деле, инструмент для того, чтобы рассказать о человеке. Мы же, нам скучно читать про столы, стулья и макбуки. Нам интересно, на самом деле, читать про людей. И основное достоинство литературы – это, конечно, все-таки персонажи, а не средства изложения. Вот, поэтому, вот там по поводу современного Жюль Верна, я бы, наверное, не стал приводить никакого примера. Хотя, вот, ну, одна из тех книг, да, вот, которая проблематизирует ближайшее будущее, это вот, ну, упомянутая книга Филиппа Кей Дика. Но она не охватывает полного спектра проблем, которые нас ожидают. Дело в том, что вот этот вот экспоненциальный рост не только ведь вычлительной мощи, но и объем информации, которую человечество генерит, это еще и ускорение, вообще говоря, всех процессов. То есть, если раньше можно было как-то прогнозировать, пытаться там на 10 лет вперед, на 20 лет вперед, может быть, даже на 50 лет вперед. Китайцы, мне кажется, сегодня на 100 лет вперед планируют и правильно делают. Но сегодня становится трудно прогнозировать на 5 лет, на 3 года, на 2 года, даже на год вперед. Вы подумайте, в каком году первый айфон появился, да, и насколько сегодня мы все там привыкли к смартфонам, планшетам и к прочему. Это же, в общем-то, было там почти вчера, казалось бы, да, какой-то был год. Десять лет назад. Да, 2008, по-моему, год. 2008, 2009, что-то. Вы представляете себе, то есть, ну, 10 лет всего лишь на все прошло, наш мир совершенно другой, мы по-другому потребляем интернет, да, вот. Много что происходит по-другому. Возникли целые новые отрасли бизнеса, когда продаются данные, которые собираются со смартфонов. То есть, есть целые компании, которые собирают данные пользователей о том, где они ходят, как они там быстро передвигаются, каким способом на автомобиле пешком и продают эти данные за чем-то там другим. Этого не было, когда не было смартфонов. Ну, собственно говоря, возвращаясь к теме о том, на что можно ориентироваться, я боюсь, что сегодня ни один, даже самый талантливый писатель не в состоянии предсказать относительно недалеко от стоящее будущее. И представьте, что через, там, 5 лет автономный транспорт будет повседневной действительностью для нас. Очевидно, гарантированно, неизбежно. Но сегодня об этом даже трудно представить, да. Вот, но через 5 лет это будет именно так, я вас уверяю, это будет привычным явлением. Домашние роботы, они будут становиться привычным явлением. Персональные ассистенты, интеллектуальные ассистенты, которые, с которыми вы будете коммуницировать, не там, нажимая какие-то кнопочки или там даже картиночки на экранах, а просто обращаясь речью, будете просить, там, прикупить вам продукты, рассказать сказку на ночь, да, там, не знаю, машину арендовать, еще что-то сделать. Это будет для нас привычным видом деятельности. И насколько эти интеллектуальные ассистенты, там, смогут впадать в стресс или, там, допустим, обижаться на нас, открытый вопрос. То есть, на самом деле, мы приближаемся и в область образования к так называемой сингулярности. То есть, момент изобретения настолько мощных систем искусственного интеллекта, что все, что мы знаем о том, как те или иные процессы происходили сегодня или происходят сегодня, абсолютно не экстраполируется на вот это неотдаленное будущее. Поэтому я бы, что такую книжку назвать просто трудно. А хороших книжек, я люблю, например, Брэдбери очень, причем, в первую очередь, в переводе «Братьев Стругацких». Мало кто знает, что они очень много Брэдбери перевели. Сами Стругацкие замечательные книги писали, но они настолько вот укоренены вот в это советское прошлое. Читать, конечно, здорово и надо, наверное, но я не думаю, что у тех людей, которые не помнят Советский Союз, это будет такой же отзыв иметь. Вы знаете, у меня Стругацкие всплыли в моей голове светлой и не очень. Вот по какому поводу, слушаю вас. У Стругацких есть такая гипотеза или предвидение, да, появления двух видов людей. Люди Дэны, люди будущего, то есть высокоразвитые, с оплодающими способностями и обычные люди. То есть это люди, которые уже навсегда практически отстали, да, вот и от того будущего, которого, очень сложного будущего, которое будут конструировать, делать. И мы же понимаем, что даже по России, говорят, есть четыре России, там, города крупные, села и вот разные, с разной скоростью движутся. То, о чем вы говорите, это будет узкий элитный слой, который будет двигать, наверное, прогресс. Останется громадная масса людей, которые, скорее всего, в этом процессе участвовать не будут и, более того, они, возможно, даже пострадают, потому что исчезнет профессия секретарши. А вот профессия секретарши, я боюсь, что не исчезнет. Ну, там, да, да, там, это связано несколько с другими, может, функциями, но... Нет, нет, зачем? Ну, то есть, это та профессия, которая, скорее всего, не исчезнет именно благодаря основным функциям. То есть, на самом деле, я уж, раз уж мы тут заговорили об исчезающей профессии, немножко прерву, хотя я понял тему, но вы можете потом продолжить. Я просто хочу тут комментарий по поводу исчезающей профессии. Как раз исчезнут неожиданные профессии, то есть, пострадает профессия учителей, пострадает профессия врачей, потому что часть их функций сможет выполнять машина. А вот профессия электрика, профессия секретарши, профессия водопроводчика или сантехника, они не исчезнут, потому что, на самом деле, в ближайшее время, потому что, на самом деле, те задачи, которые приходится им решать, они очень творческими зачастую бывают. Ну, представьте себе, секретарша, она должна решить, кому я должна сегодня встречу поставить в этот календарь, условно говоря, Ивану Ивановичу Иванову или Сидор Сидорову из тех двух людей там, а может быть, там и не два человека. На самом деле, творческая задача, а еще как их разрулить и как убедить их не обидеться и не записать моего шефа во враги. То есть, медленнее всего будут исчезать задачи там, где формализация все-таки сложнее. Ну, вот водопроводчик, он, на самом деле, интеллектуальный работник, ему надо продумать, как произвести этот водопровод так, чтобы не было заторов, так, чтобы обойти все эти там нюансы дизайна, которые владельцы помещения или там операторы помещения умудрились настроить. То есть, и роботу это не так просто сделать, не так просто там по всем этим стенам проползти, не так просто там подкатить там под все эти кухонные, значит, гарнитуры и прочие конструкции. Вот, то есть, и более того, дольше всего сопротивляться механизации будут самые человеческие профессии. Я, на самом деле, не договорил вот по поводу вопроса о том, куда стоит смотреть. Стоит смотреть обязательно в гуманитарные дисциплины. Вот, несмотря на то, что это вроде не совсем моя специальность. Потому что именно гуманитарные дисциплины, писатели, музыканты, они будут сдаваться медленнее всего. Я не исключаю, что будут появляться роботы-виолончелисты, да, там роботы-композиторы уже есть. Но, тем не менее, люди лучше всего еще долго будут делать именно то, что является наиболее человеческим, присуще людям. Простите, я что-то прервал, поэтому секретарши могут не бояться. Замечательно. Давайте немножко отличемся от темы будущего. Точнее, тема будущего, она от нас никуда не исчезнет, потому что вы занимаетесь этим будущим. У нас есть национальный проект «Цифровая экономика». Планируется выделить под цифровую экономику в ближайшие пять лет порядка полутора триллионов, это 1,6 триллионов рублей. Есть ли вероятность, что вы, КФУ, примет участие в сопровождении этой программы? Как-то включится в нее, что-то поможет? Уже работает в этом направлении в рамках этой общегосударственной задачи? Она же там как-то вписывается. Есть ли подобные действия сейчас? Ну, вообще, да. Я считаю, что КФУ эта программа миновать не может, ну, никак, потому что КФУ – это один из крупнейших вузов страны, не только крупнее, ну, самый крупный, насколько я помню, был, по крайней мере, совсем недавно. И один из ведущих вузов страны, участник программы 5.100, среди лидеров этой программы, во все рейтинги входит, мы там практически в топ-100 попали в область образования не так давно. То есть, на самом деле, миновать нас эта программа никак не может, я считаю. Там на подготовку кадров, если я правильно помню, выделено порядка 140 миллиардов рублей, только на подготовку кадров для цифровой экономики. Мы этой подготовкой кадров уже занимаемся вот сейчас, по факту, и будем наращивать объем людей, которых мы здесь, в КФУ, именно по вот компетенциям цифровой экономики обучаем. Надо помнить, что цифровая экономика – это не только программирование и создание программ обеспечения. Это, на самом деле, внедрение совершенно новых способов принятия решений, управления, в первую очередь, основанных на данных. То есть, там, где мы можем использовать цифровизацию, тренд 4-й индустриальной революции, для достижения нового качества. Вот. И КФУ однозначно будет готовить кадры для цифровой экономики, естественно, претендует на финансирование в рамках этого нас проекта. Кроме того, мы уже сейчас участвуем в ряде проектов именно в Республике Татарстан, которые реализуются тоже в рамках нас проекта «Цифровая экономика». Я пока не буду там слишком вдаваться в детали, потому что мы только вот на старте. Но, тем не менее, мы уже участвуем, мы уже там строим планы о том, что мы будем делать. И помимо тех проектов, которые мы реализуем просто как рабочие руки, там, где-то исследователи, мы все-таки рассчитываем на то, что ряд наших разработок войдет в этот нацпроект именно как поддержанные проекты. То есть, там есть ряд проектов, которые по всей стране планируют поддержать. Мы очень хотим, чтобы среди этих проектов оказались и наши разработки. Вот. У нас несколько лет назад был открыт так называемый Федеральный исследовательский центр в области информационных технологий. Мы очень надеемся, что в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» он получит финансирование. А в каком секторе наибольшее конкурентное преимущество у Казанского университета вот в рамках этого проекта? Воткнуться, въехать в него, поучаствовать? Есть ли или это наши специалисты могут работать во всех направлениях? Ну, во всех они, конечно, могут с разной эффективностью, но есть, несомненно, конкурентные преимущества. Первое — это наш контекст, то есть это Республика Татарстан, где вообще, говорят, цифровизация происходит очень активно. И у нас просто очень много проектов республиканских, где мы можем принять участие, где мы можем показать результат. Это наше преимущество на любой грантовой заявке или на любой другой конкурсной основе, где мы можем участвовать. Второе наше преимущество, несомненно, это междисциплинарные какие-то проекты. То есть у нас уже сейчас достаточно большой опыт, который мы приобрели в рамках реализации программы повышения конкурентоспособности, 5100, в рамках стратегических академических единиц, эко-нефть, 7П медицина, образование 21 век. Это различного рода проекты на стыках биомедицины, например, информационных технологий. У нас есть целый ряд разработок. Это, например, мемристрный протез для спинного мозга. Это вот такой очень интересный проект, который наши коллеги делают. То есть это и наши коллеги, и специалисты из Института фундаментальной медицины и биологии. Кстати, мемристр – это очень перспективное вообще направление исследований. А что поподробнее можно об этом направлении? Ну, речь идет о том, что поврежденный сегмент спинного мозга можно заменить на искусственный имплант, основанный на мемристрах, просто потому что мемристры позволяют более эффективно моделировать работу нейронов реальных. Если бы это были не мемристры, то там бы пришлось очень большие ящички приделывать к человеку. Мемристры позволяют это сделать достаточно компактно. Так, чтобы восстановить, собственно говоря, функцию утерянного сегмента и вернуть человеку, например, потерявшему трудоспособность в результате травмы какой-то спинного мозга, снова вернуть возможность движения. Первый эксперимент и есть. Эксперимент проводится в клинике. То есть там есть клинические испытания с нашими партнерами в Соединенных Штатах Америки, эта клиника расположена, где вот пациент возвращает возможность определенных движений, пока только определенных движений нижних конечностей. Но в перспективе, конечно же, мы в первую очередь, это, конечно, медики, а мы, собственно говоря, работаем над этим небольшим мемристрным имплантом, над его реализацией в рамках лаборатории нейроморфных вычислений, биоинспирированных вычислений под руководством Максима Таланова, это наш исследователь. Мы надеемся, что, конечно, со временем мы сможем полнофункциональный имплант сделать, который без ограничений позволит человеку вернуть подвижность. Но это вот по поводу этого проекта. Есть целый ряд проектов на стыке образования и информационных технологий. Тут уже упомянутые персонализированные траектории, индивидуальные учебные планы, и все, что можно делать на основе психометрического анализа, образовательной аналитики, когда мы там собираем информацию об обучающихся, делаем выводы о том, какие темы, в каких местах, по каким причинам вызвали у них затруднения, меняем учебный план в соответствии с их индивидуальными особенностями. Это, в принципе, актуально для наших студентов, где действительно коммуникабельность некоторых ребят является препятствием для их успешного освоения предмета, вовсе не интеллектуальной способности, а именно то, что они плохо коммуницируют с людьми. И здесь есть возможность, как мы можем улучшить образовательный процесс, используя те данные, которые сегодня можно собирать в рамках образовательного процесса. Это и проект в области интеллектуальной робототехники, это на стыке инженерии, искусственного интеллекта, там очень много интересного. То есть то, где необходимы специалисты из разных областей, это именно то, что есть у нас здесь, как в классическом университете. И вот здесь, я считаю, наше конкурентное преимущество основное. Вы упомянули о ваших партнерах, американских, в частности, клиниках, где проводятся клинические исследования, и какие-то результаты уже достигли. В связи с тем, что у нас достаточно сложная внешнеполитическая обстановка, санкции, вы их чувствуете? Ну, мы их, безусловно, чувствуем. В какой-то момент целый ряд профессоров, которых мы приглашали для работы в Казанском университете, у нас работают иностранные специалисты, отказались приезжать, потому что администрация университета, где они работали, посчитала это по каким-то причинам неприемлемым. Хотя вот вроде бы, да, казалось бы. Но вот тем не менее. Ну, то есть мы с этим вот в таком плане столкнулись. В каких-то других планах ограничения к технологиям или к научной информации, мы пока, слава богу, с этим не столкнулись. Я считаю, что если будет предпринята попытка политизировать научный мир, это будет началом смерти науки. Наука должна быть вне политики. Рад Тваревич, такой вопрос касается форм обучения. Вот сейчас на Западе, да и у нас тоже начинается, идет сейчас бум дистанционной формы обучения. Есть прекрасные курсы в интернете, совершенно доступные, бесплатные, там, вплоть до того, что ученые Стэнфорда могут, можешь слушать, читать. И возникает такой вопрос. Вот эта конкуренция, насколько она серьезная со стороны дистанционного образования, и как наш университет работает с этим. Потому что, ну, с одной стороны, если я могу послушать, поучиться у ученых Стэнфорда совершенно бесплатно, то есть ли мне смысл в университете заниматься этим же за деньги? Ну, это вообще очень такой хороший и глобальный вопрос. Дело в том, что, вот дело не только в Стэнфорде, дело в том, что мы вышли относительно внезапно на международный образовательный рынок. То есть долгое время российское образование существовало для российских студентов, а российские выпускники школ для российского образования. То есть мы были инкапсулированы внутри этой системы. Мы вышли на международный рынок в рамках программы 5.100, которая нас сказала, ребята, вы теперь должны быть не федеральными университетами, которые федеральный округ обслужит, вы должны быть world-class университетами, то есть университетами мирового класса, которые работают на всех потенциальных абитуриентов из любых стран. Тут вдруг выяснилось, что в Германии образование бесплатное, в Финляндии образование стоит столько же, сколько в России. Эти университеты из этих стран давно уже на международном рынке, у них уже отлаженный маркетинг, канал избыта. Мы вдруг осознали, что мы почти потеряли Среднюю Азию, где студенты прекрасно знают варианты для обучения в британских вузах, но уже не знают русский язык зачастую, не то что варианты обучения в России. И пришлось как бы на этот совершенно холодный рынок выходить и каким-то образом объяснять, почему мы лучше. А мы по целому ряду причин лучше. То есть совершенно не обязательно, что стэнфордский профессор обязательно какую-то конкретную лекцию читает лучше казанского. Это совершенно не обязано быть именно так. Во-первых. Во-вторых, университет это не лекции. Мы уже с вами, по-моему, обсудили, что лекция вообще как форма уходит. И мы нашим студентам позволяем слушать хоть стэнфордский, хоть какие лекции, если они хотят для подготовки к занятиям. Но есть же интерактивные формы обучения. Тоже дистанционное образование может строиться. Да-да, я согласен. Но университет все-таки сегодня, основная ценность университета это сообщество единомышленников. То есть если мы с вами говорим про мотивированных студентов, которые хотят чему-то научиться, то они единомышленники. И основная функция университета это всячески поддерживать, мотивировать, взращивать такое сообщество. И в этом плане ни онлайн-курсы, ни онлайн-программы не являются конкурентами университетам в прямом смысле. С другой стороны, университеты в той форме, в которой они там существовали на протяжении длительного времени, они обречены на вымирание. То есть вы знаете, что проблема не в онлайн-образовании, а в том, что мы до сих пор, ну я имею в виду не КФУ, а человечество, это огромное, это все университеты. Тот же самый Стэнфорд упомянутый. Все университеты мира существуют в рамках системы Вильгельма фон Гумбольта, реформы, точнее, которые они в Пруссии в начале XIX века внедрили. Собственно, там родились и учебные планы, первое министерство образования появилось, выпускные институционные экзамены появились, профессиональная подготовка педагогов появилась, именно учителей там, да. То есть это все оттуда. Классная урочная система, знаете, когда появилась, это вообще XVI век. То есть мы с вами, с точки зрения образовательного процесса, пребываем в концепции XVI, ну хорошо, там, начала XVIII века. Все, не мы-ка, фу, а все. И именно вот этой концепции брошен вызов. То есть если образование в рамках реформы фон Гумбольта, и потом, кстати говоря, может быть, плохой пример, но тем не менее, в нацистской Германии образование воспринималось как инструмент формирования гражданина. И в каком-то плане, в какой-то, на протяжении длительного времени вот эта вот, правильно сказать, монополия, что ли, на формировании личности оставалась вот у этой схемы, фон Гумбольтовской схемы, системы многоуровневой, системы образования, там, школа, то есть младшая школа, средняя школа, там, следующая ступень образования, когда она появилась. А сегодня технологии позволили полностью потеснить традиционную вот эту вот монопольную пирамиду образования. Теперь на формировании личности, вообще говоря, личностей совершенно разных, претендуют совершенно разные институты, разные формы. В России процветает домашнее образование даже на уровне школьного этапа, то есть домашнее школьное обучение. Появляются платформы и сервисы, которые поддерживают родителей, которые решают давать детям домашнее образование. То есть происходит невиданная прежде либерализация вообще системы образования. Вот что происходит. Это не онлайн-курсы бросают вызов университетам. Вообще сама система становится более либеральной. И на самом деле почему так происходит? Ну потому что сложившаяся классно-урочная вот эта вот там этапная, групповая схема работы, она совершенно не обязательно с современными технологиями. Она была наиболее эффективна в 18 веке. Но сегодня мы можем вернуться к индивидуальному образованию в духе Платона и Аристотеля, но уже на новом технологическом уровне. То есть когда мы учим каждого индивидуально, но при этом совершенно в других масштабах. То есть это не так, что надо лично знать Аристотеля, чтобы у него поучиться, и таких учеников может быть там 10 человек. Нет, можно учить 10 тысяч человек таким образом. Опять-таки благодаря тем же самым данным, искусственному интеллекту и многим другим достижениям современных технологий и науки, которые есть в распоряжении специалистов в области образования. Именно вот это происходит. А университеты, современные университеты, которые хотят быть и хотят остаться университетами, хотят оставаться центрами интеллектуальными, культурными центрами, где, собственно говоря, люди собираются, обогащаются, учатся друг у друга, формируются как личности. Они не просто могут быть, они и должны быть. То есть университеты, вообще говоря, как у Льюиса Кэррла, если вы хотите оставаться на месте, университеты должны очень быстро бежать. Они должны меняться быстрее общества, потому что они формируют тех людей, которые придут в это общество через 4 года. То есть они придут как работники, как полноправные члены общества. И КФУ, оно отвечает сейчас на этот вызов? Конечно, отвечает. Университет не стоит на месте. Здесь огромное количество умных, активных людей, которые делают и онлайн-курсы, экспериментируют с индивидуальными траекториями. У нас коллеги-педагоги, вы знаете, что они там почти вошли в топ-100, что первая, что ли, позиция у них была, да? Да, да, там очляющие воспитания. Это неплохо совсем, да. Они делают там с Яндексом, например, курс для детей-аутистов. Это много чего делается интересного. Университет большой, действительно очень много чего интересного делается. Но поскольку он большой, вот эти движения внутри него могут быть незаметны, потому что сама эта вот махина, она, естественно, так быстро начать в каком-то одном направлении движения, может быть, и не может, да? Но, тем не менее, университет, несомненно, меняется, он будет меняться. И я верю в это. И одна из причин, почему он меняется, просто потому что другого выбора нет. — Знаете, я хотел еще такой вопрос задать. Университет, вы сказали, что университет — это сообщество, да? — Да, конечно, первое. — И говоря о ваших студентах. Наверное, вам известно, общество Плюща. — Лиги Плюща. — Да, Лига Плюща, там, Черепа. Ведущие вузы мира, самые древние, самые известные, они сильны даже не столько образованием, хотя и сильны образованием, но еще этой спайкой с самоощущением бывших студентов, что да, я студент такого-то. Это вот как профессор Преображенского, да, знаменитого фильма, я знаменитый Булгаковский. Вы что, я московский студент. Да, для него это все, это определенный моральный принцип, это определенный круг людей. Вот этот элемент, который на самом деле, он отчасти был в КАИ, например, в 80-е годы. Даже если это стало, когда КАИцы, мы КАИцы, да, КАИ. А университет, он очень большой, тем более сейчас, КФУ. Но у университетов есть, у университетов, у Казановского университета есть институты, есть школы. Вот можно ли говорить, что в вашей школе складывается такое сообщество, когда они начинают свержаться друг к дружку уже в будущем? И зная, что мы выпускники, у нас там есть кольцо, какой-то формальный признак, да? У нас есть значок, вот. То есть, вот эта культура, она развивается или нет? Я очень надеюсь, что да. Мы на самом деле каждый год встречаемся с нашими выпускниками, стараемся встречаться, и стараемся, чтобы это стало традицией. У нас 18 марта был день рождения факультета, мы его планируем попраздновать чуть попозже, в апреле уже. Вот, в силу того, что у нас сейчас просто несколько конференций происходит, и не хотелось, то есть хочется отпраздновать широко и с размахом, и так, чтобы пришли наши выпускники. И я считаю, что это обязательно необходимо развивать и поддерживать, в силу целого ряда обстоятельств. И это важно для самих выпускников, так, чтобы они в дальнейшем в жизни видели поддержку в тех людях, с которыми они учились, прошли там огонь, воду и медные трубы, могут на них положиться, могут на них рассчитывать. Вот, я считаю, что мы, несомненно, должны поддерживать и развивать. У вас, условно говоря, есть тайное общество студенческое в составе ИТИСа? Оно у нас явное, не тайное. Вот, мы его не делаем тайным, но оно закрыто, оно доступно только для выпускников ИТИС. Какие обряды инициаций? Получить диплом ИТИС, это не так просто, как кажется. Россия — это страна с достаточно невысоким уровнем зарплат. Это минус, но в этом есть и плюс. То есть это конкурентное преимущество в каком-то смысле. И вот пример тут Индии очень хороший, которая стала центром аутсорсинга по IT-услугам за счет того, что невысокие зарплаты позволяют мировым капиталам, деньгам идти, заказывать услуги там. Подобная перспектива стать аутсорсом, выйти на аутсорсинг мировых компаний в IT-сфере за счет того, что относительно невысокие запросы материальные пока, она есть. Вообще Россия является одной из тех стран, которая на этом рынке играет. Но вообще я считаю, что Индию повторять не нужно и просто сложно. У нас в России 300 тысяч программистов, в Индии больше двух миллионов. Примерно столько же в Китае, примерно столько же в США. Я считаю, что недостаток программистов — это одно из ахиллесовых, скажем, слабых мест в концепции развития цифровой экономики. То есть цифровая экономика, конечно, не только программисты, но нам необходимо большое количество программистов для того, чтобы всю эту концепцию реализовать. Кстати, именно поэтому я могу гарантировать, что в ближайшие годы спрос на программистов будет только расти. То есть чем больше экономика развивается, тем больше спрос. Почему не надо повторять Индию? На самом деле не потому, что у нас мало программистов, у нас их будет больше, я даже не сомневаюсь, мы все усилия приложим, чтобы это так и было. Но не надо повторять просто потому, что в одну и ту же реку дважды войти нельзя. То есть этот этап пройден, нам надо двигаться дальше. Сегодня я уже тренды назвал, это и анализ данных, это и гуманитарные области, которые будут сливаться или переплетаться с цифровыми технологиями. Это неизбежное будущее. То есть те люди, которые работают в гуманитарных областях, но прекрасно владеют цифровыми инструментами, они несомненно будут пользоваться спросом. И России, я считаю, что надо стремиться именно в технологические платформы будущего. То есть аутсорсинг это не то, куда надо стремиться. Аутсорсинг это на самом деле, когда ключевая составляющая бизнеса или добавочная стоимость остается у заказчика где-то за океаном. А вы на самом деле с небольшой маржой пашете день и ночь. Вот что такое аутсорсинг. И это плохо масштабируемая история. Например, если у вас аутсорсинговая компания, вы занимаетесь разработкой для Microsoft. Для того, чтобы вам начать зарабатывать в два раза больше, вам надо набрать в два раза больше программистов и получить в два раза больше заказов. Для того, чтобы вам в три раза больше заработать или в десять раз больше заработать, вам надо в десять раз больше программистов. Это экстенсивный путь развития для любого бизнеса. Тем более в условиях, где количество программистов ограничено, а спрос огромен. Дело в том, что программистов не хватает не только в России, но и в США. Программистов не хватает в Китае. Вы, может быть, удивитесь, но сегодня китайские компании аутсорсуют разработку в Японию, нанимают японских программистов, потому что у себя внутри уже их не хватает. Настолько стремительно китайская экономика развивается. Поэтому нам надо смотреть на другие ниши, нам не надо становиться там Бангалором номер два или номер три. Это все уже проехали, прошли, надо двигаться дальше. У нас есть шанс стать лидерами в области искусственного интеллекта в любых интенсивных с точки зрения математики областях. Сегодня, например, тот же самый Китай испытывает огромный дефицит специалистов в области именно фундаментальной математики. Дело в том, что речь идет даже не об исследованиях в области фундаментальной математики, там, анализе, матанализе или алгебре, или там, другой какой-то отрасли математики. Речь идет о том, чтобы подготовить специалистов в области, например, анализа данных. Вам надо, чтобы он прослушал и курс алгебры, и курс анализа, и много еще каких курсов. Статистику ту же самую. А кто будет преподавать эти курсы, если у вас этих специалистов нет? И вот здесь китайцы столкнулись с очень серьезной проблемой. Не хватает этих людей. Университетов у них не хватает. А у них их стало существенно больше, чем было. И более того, если мы там планируем на 10 миллионов людей, которые обучаются онлайн, в Китае речь идет о 10 миллионах людей, которые обучаются оффлайн. Они миллион человек только за границу обучаться каждый год посылают. Представляете себе объем, масштаб вообще явления? Они открывают каждый год там новые инополисы, еще что-то, да, строят там обязательно с университетом, открывают новые университеты, куда надо набирать людей. Вот, кстати, об инополисе. Вот инополис принято считать витриной инвестиционной республики Татарстан. И это явление уже существует несколько лет, достаточно серьезное количество времени. И мы видим, как на ходу постоянно меняется концепция, то там планировали действительно делать его как центр разработки, сейчас там делается упор на обучение, и сейчас там происходит массовое размещение достаточно тривиальных офисов от известных брендов. Почему так получается? Почему до сих пор мы пока не получили вязчий, весомый результат от работы инополиса? На ваш взгляд? Знаете как, во-первых, я считаю, что мы, вот конкретно мы, весомый результат от работы инополиса получили. То есть, ну, во-первых, дайте им время. Вы знаете, что ребенку надо 9 месяцев, чтобы созреть и выйти в свет, готовым к жизни, да? И вы этот срок сокращать безболезненно не можете, к сожалению. Здесь точно так же. Для того, чтобы развивалась какая-то инновационная площадка, ей нужно время. Что касается нас и пользы. Все-таки такой проект, как Инополис, он в любом случае влияет на человеческий потенциал территории. То есть, я считаю, что это очень мощный катализатор именно развития Татарстана как территории, привлечения сюда людей. Это еще одна площадка, еще одна причина, почему люди сюда приезжают. И это здорово, что это есть. Конкретно мы, вот высшей школы ИТИС, благодаря Инополису получили двух профессоров иностранных. Да. К нам через них... Из университета Меллана, да? Не из университета Меллана, из РААА. Один, да, через университет Каннеги Меллана пришел к нам. Евгений Магит, руководитель нашей кафедры робот-техники интеллектуальной. Сальваторо Ди Стефан, руководитель нашей группы в области интернета вещей, пришел тоже оттуда, но из политехника Демилана. То есть, на самом деле, это, понимаете, работает. Это огромный маркетинг, который они делают. Они, на самом деле, ведь не могут абстрактный сферический инополис в космосе рекламировать. Они говорят о конкретном инополисе в конкретном Татарстане. И нам становится проще объяснять, что вы сюда можете приехать, здесь медведи по улицам не бродят. Люди приезжают, они возвращаются к себе, они рассказывают об условиях жизни, говорят, что здесь нормально и можно жить. И дальше уже вопрос переговоров, на каких условиях мы договоримся с этими людьми, о том, чтобы они с нами сотрудничали. Если у нас не будет людей, приходящих извне, если мы, как университет, будем полагаться только на своих выпускников, на своих планах развития, то мы будем вырождаться. Мы должны обязательно обмениваться студентами, приглашать людей со стороны для того, чтобы приходили новые идеи, свежая кровь. Например, есть даже прекрасный Принстонский Institute of Advanced Studies, куда они целенаправленно приглашают только людей со стороны. Для того, чтобы люди приехали какое-то время, там поработали, потом уехали. Зачем это делается? У них своих в Принстоне, что ли, профессоров нет. Это делается для того, чтобы именно приходили новые идеи, неожиданные какие-то коллаборации возникали, а из этих совместных проектов рождались какие-то новые прорывы. То есть, конечно, мы уже получили отдачу от этого проекта. Насколько она с измеримым вложением, я как бы не готов рефлексировать, но я считаю, что это хорошо, что он есть. Какой там эффект будет в будущем, давайте посмотрим. Но я не считаю, что там тривиальные, на самом деле, резиденты. Мне, например, нравится, что там делает команда Тинькофф Банка. Там Сбертех сидит. Ну, то есть, бывший Сбертех перед Сбербанком. Ну, то есть, разработчики Сбербанка. Достаточно большой коллектив, там сотни людей сидят, разработкой занимаются. Там есть очень интересные стартапы. Традар – это ребята, которые у нас работали. Они решили сделать стартап на основе распознавания образов, знаков на дорогах, знака дорожного движения. Прекрасный проект. То есть, понятно, что мы хотим чудо, но чудо, оно может случиться в какой-то момент. Может не случиться. Чудо – это чудо. Оно на то и чудо, что непредсказуемо. Но, тем не менее, поступательное развитие, определенный эффект и вклад в развитие территории, я считаю, что он несомненно вносит. То есть, через 4 года там будет город-сад. Не знаю, будет ли там город-сад через 4 года, но я считаю, что это однозначно облегчает нашу с вами задачу здесь, в КФУ, наличие Иннополиса. То есть, дает некий синергетический эффект, от которого даже мы здесь, находясь, вроде бы, на удалении от них. Туда приезжают интересные конференции, туда могут доехать наши студенты. Конечно, хорошо было, чтобы они были тут за дверью где-то, но 40 километров – это не 800, все равно. Вы знаете, у меня такой вопрос. Я вспоминаю комедийный сериал «Силиконовая долина», сейчас популярный, тоже об айтишниках. Дело происходит, соответственно, в Калифорнии. И там есть такой момент. Инвесторы, крупные инвесторы, они буквально гоняются за любыми стартапами, которых виден потенциал. То есть, готовы платить сумасшедшие деньги. Я хочу вопрос задать по инвестициям. Вы чувствуете, что за вами стоят люди с деньгами, которые говорят, ребята, вот вам деньги, дайте нам что-нибудь. Дайте нам что-нибудь. Вот есть это ощущение, что все на вас смотрят, только показывайте их вам сразу, сразу, сразу. Ну, знаете как, для хороших проектов мы не заметили больших трудностей с тем, чтобы находить деньги. То есть, если мы видим, что у нас у студентов рождается какой-то проект, они всегда находили инвестиции. У нас несколько лет работала программа, вот мы сейчас плотно начинаем сотрудничать с институтом Дмитрия Михайловича Пашина. Мы много лет работали с IT-парком. У нас была и своя программа технологического предпринимательства. Когда мы ее сами реализовывали, за два года работы этой программы наши студенты смогли на свои проекты привлечь 20 миллионов рублей. Понятно, что это не сумасшедшие деньги. Но, ребята, это просто студенты, они просто делали задания, да, вот как бы вам, да, иллюстрация. С другой стороны, есть институциональные проблемы получения этих инвестиций, это и целый ряд законов. Например, там, в рамках постановления Российской Федерации о создании МИПов, наличие там 34% госсобственности отпугивает инвесторов. Там нельзя прийти там к зарубежному инвестору и сказать, а давай ты тоже вложись, но тут 34% госсобственности. Есть свои сложности с регулированием ОООшек. Это отдельная большая тема, где люди просто отказываются, на самом деле, что-то делать. Есть проблемы с инвестированием в незнакомые юрисдикции. Не секрет, что все-таки за пределами России капитала больше, чем внутри России. И, естественно, капитал хочет работать в знакомом юрисдикции, а мы должны платить налоги в нашей. И тут возникают некие вопросы. Есть большое количество государственных денег, но государственные деньги боятся брать. Сложная отчетность, риски преследования уголовного причем. Соответственно, молодые предприниматели предпочитают пытаться наскрести где-то по сусекам, чем взять государственные деньги. Хотя они в обилии вроде бы доступны. То есть, есть нюансы. Я не скажу, что ситуация там беспроблемная. Но вообще, как бы в России история свободной экономики, она достаточно небольшая, к сожалению. У нас просто даже правоприменительной практики мало, особенно в области IT. Эта сфера, в принципе, стремительно развивается. Я боюсь, что рецептов у меня каких-то нет однозначно. Проблематику я, конечно же, вижу. Но там биться головой об стену не хочется. То есть, безысходности тоже никакой нет. То есть, ребята, которые хотят сделать бизнес, пусть там приходится им какие-то приложить для этого усилия, но гарантированно денежки на это находят. Конечно, ситуация в Кремниевой долине намного лучше. В первую очередь, потому что там есть унаследованные капиталы. То есть, те деньги, которые, ну то есть, люди, может быть, заработали не в первом поколении, или там, если заработали даже в первом поколении, они уже готовы вложить. Потому что у самих у них сил эти деньги оборачивать нет. То есть, капитал, который лежит, это не капитал, это мертвый груз. Они его хотят вкладывать, они его, там есть свои правила, там, законы природы жизни этого капитала. Они его стремятся вложить в действующий бизнес. И тут, как молодые ребята, которые могут их убедить, они, конечно, оказываются очень кстати. И в Кремниевой долине найти там миллион долларов, два миллиона долларов значительно легче, чем в Казани найти два миллиона рублей, к сожалению. Но если вы хотите сделать бизнес, на самом деле, любой бизнес, целью которого является исключительно заработок денег, он обречен на провал. Поэтому, если вы реально какой-то бизнес хотите сделать, даже два миллиона рублей – это хороший старт, с которым можно начать. Начать на нашем рынке всегда проще, чем сразу на каком-то, пусть даже большом, но китайском. Потому что мы китайцев не понимаем, мы их проблем не знаем. И наши гипотезы относительно доступности этого рынка могут быть ошибочными. Поэтому, конечно, на нашем рынке начать что-то делать, я считаю, для молодых предпринимателей, скажем, дают большие шансы на успех, чем попытка сразу с американскими инвестициями выйти на американский рынок. Другое дело, что грамотный инвестор инвестирует не в проект, а в команду. То есть, если он видит, ну, то есть, если у него есть деньги, он видит, что у вас есть ребята, которые могут сделать, ну, там, какой-то сумасшедший проект, они в него верят, мне глаза горят. Он им готов дать денег, и пусть они даже в итоге сделают что-то другое, но они гарантированно что-то сделают, и он получит с этого прибыль свою. И я знаю примеры казанских команд, которые получили очень хорошие инвестиции от инвесторов, открыли офисы в Гонконге, в Кремниевой долине, и сейчас благополучно развиваются, делая бизнес здесь, в Казани, ми-офис здесь, продают свою продукцию. Ну, начинали они, правда, здесь, начинали они именно здесь, с нашего рынка. Вы сказали, что ваши студенты за достаточно небольшой срок, 20 миллионов примерно, собрали. Ну, это на разные проекты. Кто выступает инвестором таких проектов обычно? Государство или частные лица? Нет, 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 это не государственные деньги, разумеется. Это абсолютно? Да, да. То есть, государственным деньгам все-таки? Нет, это не университет в них вложил, нет, и не государство. То есть, они находят сами? Находят сами, да, да. И вот такой житейский вопрос. Сейчас стала модной темой незащищенности маленького человека в сети. То есть, вы уже говорили, приводили пример, когда собирается информация из социальных сетей о человеке, и она анализируется в каком-то направлении, иногда пугающим, как это возникает в Китае. Вот в Китае есть понятие социальный капитал, и если человек ставит неправильные лайки или пишет несоответствующую офисеозу информации, то это может сказаться на всей его жизни. Вот как вы оцениваете опасность наступления вот именно такого Оруэлла вот сейчас даже у нас? Я предлагаю расслабиться и даже перестать об этом беспокоиться, потому что это неизбежно не просто даже у нас, а вообще везде. То есть, вы уже видели эту историю со скрипалями, да, когда там прямо камера показала, где эти люди ходят. Я был в Китае в полицейском участке, где мне показали, как я приехал, прилетел, доехал до этого полицейского участка, на какой машине, какой модели, с каким номером и как к ним зашел. То есть, нас, естественно, профилируют в социальных сетях, в этом бизнес социальных сетей. Вы можете их не использовать, пожалуйста, как бы, да, но тем не менее, другие люди будут размещать там фотографии с вами, и вы все равно окажетесь спрофилированы. То есть, ну, вы опять-таки наверняка знаете про успех компании Palantir Technologies, же из Кремниевой долины, между прочим, и как они помогают там американцам выслеживать террористов, и не только. Да, более того, Файнфейс сейчас в Москве, при их изобилии камер, сейчас там интеллектуальный анализ идет, с того, что идет десятков тысяч камер московских, и получается парадоксальная ситуация, что преступность уже в таком городе, как Москва, начинает терять свои позиции именно из-за того, что... Конечно, и это повод возрадоваться, и более того... Но приватность? Где приватность? Ну, какая приватность? Ну, Cambridge Analytics скандал, вспомните, да, там, с Фейсбуком совсем, который сказал, да, мы будем все данные отдавать, кому надо, а кому не надо, не будем. Ну, то есть, понимаете как, это получило даже название «Новая честность». Все, больше нельзя изменять жене так, чтобы она об этом не узнала. Смиритесь с этим, все. Ну, как? Как? Это же было движителем человечества вообще-то. Движителем прогресса. Как так? Мы превращаемся в каких-то овет в загончиках, которые бегают по заданному маршруту, не в силах отклониться. Ну, это уже другой вопрос, это вопрос развития социальных институтов, но я считаю, что преимущество конкурентное получит именно то общество, а конкуренцию культуры никто не отменял, да, конкуренцию мемов внутри культуры даже. Вот. На самом деле, можно я так в сторону немножко уйду? Вот мы говорим там про естественный отбор, но мы на самом деле иногда удивляемся, почему же человек не стал бессмертным, да? Вот. Казалось бы, мы же должны были прийти к этому рано или поздно. На самом деле, с точки зрения эволюции, важны не индивидуумы, а важны гены. Это эволюция не живых существ, а эволюция генов. Выживают гены. Также и в культурах выживают, на самом деле, не культуры, а выживают их части. Культуры – это мемы. Вот. И на самом деле, мы же вот не всю греческую культуру античную унаследовали. Мы унаследовали набор мемов оттуда. И какой-то набор мемов из восточной, китайской, да, там, культуры. Все по Докинзу, да? Да, конечно. И на самом деле, у нас другого нет. То есть, будут выживать те мемы, то есть, те вот культурные артефакты, которые наилучшим образом, ну, как бы, наиболее жизнеспособны. И в этом плане наиболее успешным окажется то общество, которое наиболее жизнеспособные мемы сможет в себя интегрировать. В рамках сложившихся условий. Условий, простите. Ну, если кто-то попробует построить Орулский, там, 1982-й, вот, так общество долго жить не сможет. Вот недавно был, Виргиниус Кундротов проводил тренинг по методологии Адизиса в КФУ. Я очень уважаю ИСХАК Адизиса. Я считаю, что он прекрасную методологию разработал. И вот он прекрасно дал комментарий в ответ на вопрос о том, что является самым сильным инструментом воздействия на людей. Знаете, что он сказал? Страх. Самый сильный инструмент – страх. Ну, вот получили Китай. Но недолго. Понимаете как? Да, страх, но недолго. К сожалению, на страхе вы не можете долго держать общество под контролем. Поэтому я не верю в долгосрочной перспективе в наступление Орвала. Но попытки его создать могут отбросить общество, в том числе наше общество, от тех обществ, где таких попыток не делали или в более мягкой форме проходило? Да, мне кажется, вообще Орвала не нам грозит, как бы назвал бы много более вероятных кандидатов. Вообще, конечно, об этом думать, наверное, надо. Ну, смотрите, мы прямо живем. Вот сейчас закон о фейках. Закон о клевете на органы власти и все прочее. И все это отслеживается, в общем-то, например, ВКонтакте, это не проблема вообще-то. Ну, нет, не проблема, конечно. Вот. И вот сейчас эти тенденции каждый месяц идет ужесточение, еще раз ужесточение. То есть я не могу разделить ваш оптимизм в плане того, что это как-то мимо пройдет и никого не затронет. Ну, нет. Ну, может, оно как-то затронет. Во-первых, что значит пройдет мимо? Я, в первую очередь, читаю, что Орловские общества просто они долгосрочны, перспективы нежизнеспособны. Вот и все. Вот. А там затронет, не затронет, я не пророк, как бы, ну, какие-то там пророчества давать. А в плане, грозит ли нам, ну, думать, наверное, об этом надо. Вот. Но, честно говоря, каким образом можно избежать, там, допустим, диктатуры, исключив технологии, я тоже не понимаю. Ведь, на самом деле, причина наступления диктатуры или ее ненаступления не в технологиях. Ну, то есть, ну, что там, технологии Франко привели к власти, да, или там технологии свергли Сальвадор Альенда и посадили Пиночета. Ну, нет ведь, Сальвадор Альенда, наоборот, был сторонником технологий. И я могу много таких примеров приводить. То есть, вы знаете как, вот, ну, не надо, ну, винить палку за то, что на вас ударило по голове, ее же рука держит. Ну, палку-то никто не винился. Да. Поэтому технологии, они, как и любая другая технология, могут использованы быть, там, ну, по-разному. Например, для снижения уровня преступности. Хорошее применение. Если технологии будут использованы для того, чтобы контролировать мою личную жизнь, да, и диктовать мне то, что я должен думать или не должен, они явно рано или поздно в этом провалятся. Вот. Ну, то есть, как бы, более эффективные технологии провалятся быстрее, чем менее эффективные. Ну, просто потому, что они, в принципе, ускоряют все социальные процессы. Я, опять-таки, не социолог, чтобы такие далеко идущие какие-то прогнозы делать. Вот. Но, опять-таки, я не считаю, что мы должны быть против технологий. Мы должны быть осторожны с технологиями, так же, как мы не должны давать ребенку, там, заряженный пистолет Макарова поиграть. Вот. Но это не значит, что мы не должны использовать пистолет, если, там, на нас пытается напасть какая-то дикая кошка, да. Говорит, ну, нет, я против технологии, я ее так кулаками разберусь сейчас. А вот продолжение Орла, да. Довольно часто, уже давно, на самом деле, идут разговоры о создании в России собственного интернета. Чебурнет даже появился такой мем, мем, да, у меня собственное название. Уже, наверное, лет 5-6 это находит. Независимый, отключенный от, ну, что-то, видимо, в виде китайского фарвола знаменитого. На ваш взгляд, есть ли шансы такое организовать, чебурнет? И насколько это вообще возможно? И какие могут последствия быть? Вообще, я считаю, что вопросы самодостаточности или, там, скажем, стабильного функционирования российского сегмента интернета, это вопросы безопасности сегодня ровно в той же степени, в которой вопросами безопасности является стабильное функционирование энергетической системы. Ну, то есть, потому что просто интернет является сегодня транспортным уровнем для системы интернета вещей. В Казани, вы знаете, система адаптивного управления дорожным движением МАСУДД работает, она использует интернет как транспортный уровень. И если, как бы, интернет перестанет работать, перестанут работать светофоры в Казани. Можете представить последствия. Что, если, как бы, такая система будет внедрена во всей стране, да? Смарт-гриды, управляемые тоже через интернет, это, собственно говоря, прямая связь безопасности именно интернета и энергопитания в условиях современных городов. Мы же не будем печками отапливать, да? То есть, отключить нам энергетику буквально там на пару месяцев и вымрут города просто, вот, с нашей-то зимой. Поэтому это, конечно же, вопрос национальной безопасности. Можно ли там какой-то чебурнет создать, нас там в нем замкнуть? Я считаю, что нет. Во-первых, даже если это удастся, то мы просто будем обречены на деградацию, просто ограничим доступ к информации. Общество развивается тем быстрее, чем больше входов оно получает. Человек же, он работает как машина, получает вход, на вход обрабатывает, выдает какой-то выход. Если мы хотим, чтобы у нас рождались оригинальные идеи, мы должны иметь доступ к всему человеческому наследию. И, ну, я не считаю, что ограничение интернета это, вообще говоря, какой-то там способ решения вообще каких-либо задач. А китайский фаервол, он, конечно, там ограничивает доступ к определенным ресурсам, но это не полностью закрытый интернет. Он там, скажем, не разрешает доступ к альтернативным точкам зрения на политику партии, да? Может ли у нас такое случиться, я, конечно, не знаю. Надеюсь, что нет. Мне кажется, что нет, да? Технически это возможно вообще? Ну, технически возможно. Посмотрите, в Китае же это возможно. Ну, какие ресурсы потрачены? Да, возможно технически. Но в Китае это сложилось исторически, им сейчас это назад откатывать смысла нет. То есть, они не видели другого. Ведь, на самом деле, проще не дать, чем отнять. В контексте России, я считаю, что это будет не только там какие-то иметь технологические последствия, там, в смысле стоимости, там, ресурсов, а еще и социальные последствия, которые никому не нужны. И более того, опять-таки, возвращаясь к моему тезису, осмысленность такого шага непонятна. Ну, хорошо, в Советском Союзе был железный занавес. Все слушали там, кто хотел, радио Свободы все равно слушали. Слушали эти пластинки на ребрах, да? Это как бы, ну, это при том развитии технологий. Давайте попробуем это сделать сегодня при существующем развитии технологий. В конце концов, никто не отменял использование каналов коммуникации альтернативных для того, чтобы выходить за пределы этого сегмента интернета. То есть, иными словами, злоумышленникам вы жизнь не осложните, а, собственно, и прогресс остановите. Зачем? Ну, или, по крайней мере, замедлите. Ну, что ж, прогресс не остановить. Любой, кто вставал на пути прогресса, оказался опрокинутым. И вот на такой оптимистичной ноте позвольте завершить наше сегодняшнее замечательное интервью. И напомнить, что у нас в гостях был Хатьянов Айрат Паридович, директор высшей школы информационных технологий и интеллектуальных систем Казанского федерального университета. Большое вам спасибо. Спасибо, спасибо, спасибо. 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 Спасибо.